А всем привет с канала Брим Тим, и сегодня у нас такой маленький обзорный видеоролик, такой замечательный просто коробки, которая весит почти под килограмм, это советские блесна. Многие рыболовы отдают им предпочтение, ввиду того, что они ловили рыбу еще до того, как были придуманы все блесна, которые пользуются успехом сейчас. Это, допустим, если даже первое, что придет на ум, это блюфокс, типа такие самые рабочие блесна, про которые я уже не раз говорил, но многие дают предпочтение именно советским, так как даже среди рыбаков ходит такое мнение, что каждая советская блесна имеет душу и умеет именно подстраиваться под рыбу. Так давайте просто это посмотрим. Блесна были различных конфигураций, различных длин, загибов, форм. Но вот сейчас мы посмотрим, какие здесь есть. То есть это типа вот таких вот пластинок, которые выполнены даже как чешуйка какая-либо. Сейчас вот буду складывать, чтобы было видно. Это вот что-то вроде вот таких вот блесен. Это, как мы видим, колебалка. Даже можно посмотреть на кольцо. Просто какой уже старый износ, то что они проржавели в местах многих. Но, тем не менее, это не умаляет их достатков. Далее, наверное, это мы посмотрим просто на такие вот латунные, либо какие блесны. Вот, допустим, почему-то с маленьким крючком. Также вот маленький крючок, это я уже вроде бы ставил. И вот такие вот, также с чешуйками для имитации рыбы. Далее мы видим, что с красными перьями с боков, видимо, служащих как точка атаки. Также типа вот таких вот микроколебалок. Тем более эти блесна, думаю, известны всем рыбовым спиннингистам, которые рыбачили ранее. Это блесна-длина. То есть, блесна также называли раньше по названиям рек. Также вот, чешучатая вот такая блесна. И на многих, кстати, указывался вес, что сейчас, кстати, не делается. Значит, вот 25 грамм. 20 грамм. Здесь вот не указано. Так, далее что у нас тут есть. Допустим, в форме вот такой вот головы рыбы и отломанный тройник, который служит двойником. Вот, с названием Лена. Также по названию реки. Далее имеем вот такие вот блесна, на которые сейчас, кстати, очень много подделок производится. И вот такие блесны продаются за 80 рублей, но абсолютно не рабочие. Также вот здесь вот можно увидеть блесна с названием Неман. Цена 25 копеек. Вес 15 грамм. Мы, наверное, будем сдвигать эту всю композицию, чтобы новую выставлять. Далее идет вот такая вот загнутая колебалка, также с чешуйкой, но уже не имеющая на себе никакой информации. И пошли уже сейчас большие, то есть загнутая также колебалка такого серебристого цвета. Уже от старости какие-то пятна по металлу пошли. Далее вот такая вот колебалка. Многие из них я пытался очистить, что-то получилось, а что-то нет. Далее также вот идут уже потрепанные от старости. Даже еще с красной точкой атаки оставшейся. А вот это вот вообще самодельный раритет, сделанный из столовой ложки. То есть тройник, заводное кольцо, просверленное отверстие со второй стороны. И вот такое крепление. Далее вот такого плана имитирующую рыбку, почти новая, возможно даже нулевая. И имеющая сзади вот такой окрас. Две одинаковые вот такие, возможно даже самодельные блесны. Такого серьезного веса, где-то до 30 грамм. И также вот. Некоторые блесны идут в копиях. Ну и наверное, самые обожаемые блесны, которые я знаю, которые были любимы ранее рыболовами, это вот такие щучьи длинные колебалки. Которые весят примерно под 35 грамм. Даже оригинальные чехлы сохранились для тройников. Все сохранилось. Вот такие вот блесна, именно выполненные в форме рыбки и имеющие очень хорошую игру. Также, думаю, мы выйдем как-нибудь с этими блеснами и с советским спиннингом на водоем. Посмотрим их работу и даже, может быть, что-то поймаем на них. Как мы видим, у меня здесь одни колебалки. Хотя в Советском Союзе были даже что-то подобие спиннербейтов и вертушек. Все-таки советские блесна были у нас в стране вот именно такими первыми. И на водоеме можно было увидеть рыболовов, которые либо ловили нам вот такие покупные, либо можно было увидеть тех, которые делали дома из ложек, либо из каких-либо подручных средств или самодельных. То есть, брали лист стали и выпиливали по чертежам блесна. Это был видеоролик такой обзорно-коллекционный, так как с такими блеснами мы даже не ходим на рыбалку. Но, думаю, в скором времени попытаемся записать для вас видеоролик касательно этой темы. Надеюсь, вам было интересно. Благодарю за просмотр. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok